всем привет дорогие зрители нашего канала сегодня мы с вами поговорим о носовой полости о придаточных пазух носа также рассмотрим некоторые важные клинические аспекты данной темы так что не забываем ставить лайки если не подписались на канал подписываемся всем приятного просмотра давайте начнем со стенок носовой полости условно полость носа можно представить форме трапеции и она имеет четыре стенки то есть верхняя и нижняя стенка также две боковые стенки верхнюю стенку образуют клиновидная кость ос фейной далее горизонтальная пластинка решетчатой кости ламина криброза ос этмайдали и лобная кость то есть ос фронтали верхнюю стенку можно рассмотреть если посмотрим полость черепа и можем увидеть эти три кости участвующие в образовании верхней стенки носовой полости нижнюю стенку носовой полости образуют верхняя челюстная кость то есть ос макселлярис и немная кость ос палатину нижняя стенка носовой полости хорошо будет видна если мы перевернем череп и посмотрим снизу то есть нижняя стенка носовой полости приходится верхней стенкой ротовой полости чтобы изучить боковую стенку полости носа возьмем сагитальный срез черепа боковую или же латеральную стенку носовой полости образуют носовая кость ос назале лобный отросток верхней челюсти процессу с фронтали с ос макселлярис слезная кость ос лакримали решетчатая кость ос этмайдали и перпендикулярный отросток небной кости ламина перпендикулярис ос палатине носовая полость разделена на две части с помощью носовой перегородки снаружи полость носа ограничена грушевидной апертурой и граничит с наружным носом сзади полость носа сообщается с глоткой при помощи хуан полости носа выделяют три носовые раковины верхняя средняя и нижняя верхняя и средняя носовая раковина образуется из решетчатой кости а нижняя носовая раковина является самостоятельной костью между раковинами располагаются носовые ходы верхний носовой ход находится между верхними и средними носовыми раковинами. Средний носовой ход между средней и нижней раковиной. И нижний носовой ход располагается между нижней носовой раковиной и дном полости носа. Также существует и общий носовой ход. Он находится между носовыми раковинами и медиальной стенкой полости носа. В верхний носовой ход открываются обонятельные нервы, то есть первая пара черепных нервов, через решетчатую пластинку, решетчатые кости. Поэтому этот ход участвует в обонянии, то есть мы чувствуем запахи, когда воздух проходит именно через верхний носовой ход. Если по каким-то причинам этот ход закрывается или травмируется, то можно потерять обоняние. Также в верхний носовой ход открывается клиновидная пазуха синус-этмайдали через апертуру клиновидной пазухи. Помимо клиновидной пазухи в верхний носовой ход также открывается еще и решетчатая пазуха синус-этмайдалис. В средний носовой ход открываются передние и средние ячейки решетчатой кости. Также в средний носовой ход открывается верхняя челюстная гайморовая пазуха синус-максиллярис через полулунную расщелину. И еще через воронкообразное углубление лобная пазуха контактирует с средним носовым ходом. Так как проток гайморовой пазухи направляется чуть-чуть вверх, он плохо дренируется и при воспалении гайморовой пазухи там накапливается гной. И последнее. В нижний носовой ход открывается носослезный канал. Поэтому, когда человек плачет, у него течет нос, так как слеза через носослезный канал попадает в полость носа. Также нижний носовой ход через резцовый канал контактирует с полостью рта, оттуда проходят носонебные нервы от верхней челюстного нерва. Теперь, клинически значимые моменты данной темы. Так вы должны помнить, что носоглотка контактирует с средним ухом с помощью евстахиевого канала. И при воспалении верхнедыхательных путей инфекция восходяще может подняться и достигнуть среднего уха. И вызвать воспаление среднего уха, то есть средний отит. Также из-за того, что носовые ходы сообщаются с пазухами, верхнедыхательные инфекции быстро могут перейти в воспаление пазух, то есть в синуситы. Воспаление синусов очень опасное состояние, так как их стенки очень тонкие и граничат с важными органами. Например, воспаление решетчатой пазухи, то есть этмойдит, может быстро распространиться в глаз и вызвать слепоту или оптический неврит. Воспаление лобной пазухи может осложниться остеомиелитом или распространением инфекции в мозговые оболочки и вызвать менингит или абсцесс мозга. И стоматологам важно помнить об отношении корней верхних резцов к нижней стенке гайморовой пазухи. У некоторых людей, особенно с широким и коротким лицом, верхушка первых верхних резцов и верхнего клыка очень близко прилегают ко дну гайморовой пазухи, будучи отделены от нее только тонким слоем компактного вещества челюсти. Иногда зубы прободают в верхнюю челюстную пазуху и могут вызвать гайморит. На этом мы закончили сегодняшнюю тему. Думаю, наш видеоурок был полезным для вас. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Также оставляйте комментарии. Всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч!